Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам о замечательной псевдозеркальной камере Sony Cybershot R1. Вообще, рассказать про нее я обещал еще год назад, буквально ровно год назад, когда делал обзор на первую зеркальную камеру от Sony, Sony A100. Эта камера была выпущена в 2006 году, буквально сразу же, как только они поглотили компанию Minolta, которая в итоге сгинула в небытие. Наш же сегодняшний герой был выпущен в 2005 году, еще до этого, и камера эта является псевдозеркалкой. В нулевые имел большое распространение подобный тип техники, это была очень важная техника, такое, можно сказать, промежуточное звено между мыльницами и зеркалками. По сути своей, это, конечно, чаще всего были именно компакты с мелкими матрицами, но при этом в форм-факторе именно зеркальном таком мимикрировали подзеркалки. У них был достаточно приличный хват, было большое количество органов управления, действительно, был неплохо расширенный такой функционал, часто они еще и в RAV снимали. Также важной отличительной чертой являлось для них наличие электронного видоискателя. В те времена электронные видоискатели, конечно, были крайне паршивыми и имели очень низкое разрешение, очень сильный input lag какой-то и вообще тормозили, но все равно это крайне важно, это был такой маленький шажочек в сторону отказа от оптических видоискателей, таких как будь то зеркало, будь то какой-то дальномерный вот этот через дырку вариант. Ну и вообще это было грамотным решением использовать небольшие электронные видоискатели с возможностью смотреть через вот этот окуляр, потому что все-таки сами экранчики, которые на камерах устанавливались в те времена, они были крайне маленькими, у них было тоже невысокое разрешение, это были, как правило, ЖК-экраны, они на ярком солнечном свету просто напрочь выцветали, также в псевдозеркалке практически всегда ставили очень хорошие светосильные зумы, и у них был центральный межлинзовый затвор, то есть они были еще и бесшумными к тому же. В общем, если твой бюджет был ограничен, и ты не мог себе позволить купить профессиональную какую-то фототехнику со сменной оптикой, но функционала мыльницы тебе уже было недостаточно, то псевдозеркалка это был вообще отличный выбор. К тому же многие производители в этом сегменте рынка достаточно часто неплохо экспериментировали. Fujifilm в своей псевдозеркалке одним из первых стали ставить достаточно крупные матрицы формата 2х3, про одну из последних камер вообще с подобным размером матрицы от самой Fujifilm я недавно рассказывал, это обзор на X20 у меня есть на канале, можно тут по ссылочке глянуть, но тогда у них еще не байровская матрица стояла и не X-Trans даже, а у них использовалась интересная такая их собственная тоже разработка матрицы SuperCCD. Ну и как я уже говорил, в подобные камеры ставились зум-объективы с достаточно большой кратностью увеличения, потому что все-таки оптика была несменная, и было крайне важно иметь возможность и на широкий угол снимать, и в телеположении. И такая вот универсальность, она была как нельзя к месту. Компания Sony, естественно, тоже не отставала и выпускала огромное количество разнообразнейших всех форм, расцветок и видов камер в серии Кибершот, и в том числе они выпускали и псевдозеркалки. Псевдозеркалки у них были достаточно необычные, например, за два года до выхода нашей сегодняшней камеры, про которую мы будем разговаривать, они выпустили Sony Кибершот F828. У нее были действительно очень неожиданные такие конструкторские решения, она там по-всякому крутилась, вертелась, и многие как раз-таки вот эти решения, именно хотя бы чисто внешне, по форме, форм-фактору, расположению кнопок, они используются и в R1. Но у F828 была матрица всего лишь 2 на 3, как я уже рассказывал, многие ставили такие уже достаточно крупные матрицы, а у R1, нашей сегодняшней, уже стоит почти что APS-C сенсор. Здесь получается физический размер этой матрицы 21,5 на 14,4 мм. При таких размерах круп-фактор получается 1.67. Это все еще не полноценный APS-C сенсор, но все равно это крупнее, чем Favion, например, у Sigma тех лет, у них там 1,7 круп-фактор, и также крупнее, чем сенсор у полутора Canon, которые вышли, конечно, гораздо позже, но все же для сравнения я назову это, чтобы примерно понимать, да, больше, чем что это. И, естественно, больше, чем формат сенсора 4,3, как у Panasonic и Olympus. Да и к тому же здесь установлен огромный светосильный объектив Carl Zeiss Vario Sonar с эквивалентом фокусных расстояний 24 на 120. Камера Sony Cybershot R1 стала настоящим венцом идеи вот этих всех псевдозеркалок. Можно сказать, что она стала вершиной их эволюции. И если продолжать эволюционную метафору, то выход столь значимой камеры, он как раз ознаменовал раздвоение некое, ну, или разделение неких ветвей развития подобного класса техники. Если совсем сильно утрировать, то можно даже сказать, что Sony R1, наряду с еще зеркальными, например, Olympus E330V, и подобными, у которых уже появилось Live View камерами, стало таким промежуточным эволюционным звеном между как раз-таки зеркалками и беззеркалками. Она, наверное, являлась таким преждевременным, конечно, вариантом, но уже таким предтечей современного царства беззеркалок. И почему я сказал, что псевдозеркалки крайне важны? Потому что они действительно задали определенный вектор развития на ранних этапах появления цифровой фотографии. Потому что появились новые возможности, появилась возможность делать цифровые видоискатели, появилась возможность увидеть экспозицию до того, как ты снял кадр и так далее. Но электронные видоискатели, естественно, со временем улучшались, улучшались технические характеристики камер. И со временем, вот как раз к десятым годам, уже были порождены новые байонеты, современные, с маленькими рабочими отрезками, которые многие до сих пор еще являются актуальными. Вторая же ветка развития псевдозеркалок ударилась в значительное увеличение фокусных расстояний, часто ценой всего остального, чаще всего все-таки ценой размера матриц. И сейчас я говорю про до сих пор почему-то непонятно зачем существующие суперзумы. Более-менее технологичными и интересными камерами в подобном классе я бы мог назвать разве что серию от той же Sony RX10, например, от Panasonic FZ1000, и от Canon одна-единственная G3X более-менее камеры. Все эти камеры объединяют то, что у них хотя бы матрица 1-дюймовая, то есть один видиконовский дюйм размером. Но, пожалуй, это все-таки тупиковая ветвь, которая со временем должна умереть. Так же, как умерли и камеры от Sony с полупрозрачным зеркалом, потому что это была такая, ну, тоже очень костыльная, нелепая технология, попытка совместить бесзеркальность с зеркальностью, через жопу как-то все сделано. К сожалению, да, вынужден констатировать, камеры с полупрозрачным зеркалом на БНТА тоже безвозвратно утеряны, умерли. Но они, в общем-то, сейчас и не нужны никому. Грустно, конечно, осознавать, что Sony похоронили АБНТ, минутовский еще. Но все-таки развивать его было бы сейчас бесперспективно. Он создавался еще в 80-е годы и уже, пожалуй, что безбожно уставил. Конечно же, обязательно в одном из будущих видео я постараюсь подробно рассказать про их SLT-камеры. И вот сейчас, когда я погрузил вас немножко в историю и в контекст появления этой камеры, про которую мы сегодня будем рассказывать, когда вы поняли, какое место она занимает в хронологии, пожалуй, можно уже рассказать и про ее необычные конструкторские и дизайнерские решения. А тут действительно есть о чем поговорить. Камера по-настоящему большая и тяжелая. Она даже крупнее, пожалуй, чем большинство зеркалок любительских тех лет. У нее при этом как раз очень большой и удобный хват. В руке лежит просто отличнейшее. Ощущается крайне сбалансированный. Корпус сделан из достаточно неплохого пластика, на самом деле. Который слегка хрустит. Я не знаю, слышно или нет, когда я вот так скручиваю немного камеру. Да, он немножко хрустит, но все же не вызывает ощущения какой-то совсем уж дешевизны. Классическая болезнь старых камер, что у Sony, что у Nikon, что у других производителей. Это то, что отходят резиночки. Резиночки, да, держатся на соплях. Ну, как бы, блин, это сратая резиночка, которая крепилась к пластику. Ну, сами понимаете, держаться она не будет особо круто. Ее можно, конечно, подклеить, но мне как-то пофиг. Она мне не мешает, потому что она чуть-чуть болтается. В руке все равно лежит нормально. Сомневаюсь, что можно найти сейчас камеру 2005 года, у которой все резиночки были бы на месте. Но при этом она чтобы еще использовалась, а не на полке там только стояла. Хотя, мне кажется, и на полочке, если стоять будет, она может отсохнуть просто со временем. Потому что клей этот деградирует. По всему корпусу разбросано просто множество органов управления. Самые разные кнопочки, джойстики, рычажки. И, ну, все самое важное, оно все снаружи. Ну, давайте я буду последовательным. Поэтому, пожалуй, начну сверху. Сверху у нас здесь имеется наклеечка. Я не стал ее отрывать. Тут написано, сколько тут мегапикселов. Какие фокусные объективы этого. Carl Zeiss, Vario Sonar. Под этой наклеечкой спрятана достаточно всратая маленькая вспышечка, которая может включиться только когда камера, собственно, сама включена. Кнопка здесь не механическая, а электрически управляемая. Но гораздо интереснее у этой камеры сверху вот эта деталь. Маленький экранчик, который крутится, во-первых, во все стороны. По которому очень здорово, удобно визировать. Вот, несмотря на то, что он расположен, ну, в таком достаточно неожиданном месте сверху камеры. Да, он всего 2 дюйма. Обычный ЖК на 134 тысячи точек. Ну, то есть, вообще жалкие цифры. Зато с ним очень приятно снимать от пуза. Ну, то есть, как на средний формат. Вот так вот экранчик сделал и снимаешь. Похоже на то, как среднеформатные камеры с визированием по шахте делали, собственно. Единственное, что здесь не перевернута картинка заодно наперед, как там. Плюс, к тому же, он имеет еще и несколько степеней свободы. То есть, он по-всякому крутится. Как угодно можно его крутить, вертеть. Снимать можно вообще из самых неожиданных каких-то положений. Хоть там из-за угла как-то, из-под валь, сверху, снизу. Он, ну, прям вот реально как угодно наклоняется. Это прям просто супер классно. С любого угла можно снимать. Ну, и так же, как он у меня до этого был отвернут. Если в нем нет необходимости, можно отвернуть. И он будет смотреть внутрь. Плюс, экранчик будет защищен в случае, там, переноски, например. Вообще не припомню, чтобы хоть один другой производитель делал подобную конструкцию. И мне она, скорее, даже, я бы сказал, нравится, чем нет. Хотя, тоже имеет ряд недостатков. Но про это потом поговорим. Дальше у нас идет рычажок включения вокруг кнопки спуска. Это, пожалуй, самое удобное расположение для рычага включения. Ну, такое самое разумное, на мой взгляд. Ну, потому что всегда под рукой. То есть, ты хоп-хоп, мгновенно камеру мог приготовить к съемке. Рядом находится кнопка ISO. Но я не думаю, что кто-то часто использовал бы ее на этой камере. Так как показатели выше 200 единиц тут же совсем не рабочие. То есть, выше 200 единиц вообще противопоказано использовать ISO на этой камере. И тут же на рукоятке находится стандартный горячий башмак с центральным контактом. Хотя он и в очень нестандартном месте в данном случае находится. Он смещен вправо на эту рукоятку по понятным, в общем-то, причинам. Ведь экранчик-то тут имеется сверху. Ну, хотя бы тут еще не дурацкий минолтовский башмак. И можно ставить любые вспышки. У меня даже есть на этот случай родная вспышка Sony. Сейчас я вам ее покажу. Она такая достаточно компактная, негромоздкая. При этом с довольно неплохим ведущим числом. Называется она HVL-F32X. Сложно сочиненное название. Но вот такая вот работает. От батареек, от обычных пальчиковых. Ну, можно сюда и аккумуляторы, конечно же, запихать при желании. Есть даже ЖК-экранчик. Тут все можно настройки менять вручную. Вставляется она вот так в горячий башмак. И ты будешь с этой громоздкой невероятной конструкцией выглядеть, как Джо Пеши, наверное, в фильме Public UI. В комплекте у меня оказался еще вот такой непонятный кронштейн. Сначала был непонятный, потом я почитал инструкцию. Оказывается, при желании можно было вынести вспышку на другую сторону. То есть прикрутить. При этом, кстати говоря, у него дублируется здесь возможность прикрутить штативную площадку. То есть он ее не блокирует полностью сам по себе. При этом вспышку можно, естественно, подсоединить в другом месте к камере, в любом положении. Единственное, что нужно ее подключать будет проводком, потому что у нее нет удаленного какого-то управления. Вставляется тут вот эта вот хрень вот таким образом в разъем. И здесь у нее тоже, у самой вспышки, есть специальный разъемчик. Опять же, проприетарный. Sony очень любит проприетарщину. Ну вот такая вот получается монструозная совсем уж хренотень. Но почему бы и нет? Вот это, в принципе, может быть, кому-то и понадобилась бы такая конструкция. Не знаю. Мне, честно говоря, ни разу такое не пригодилось. Ну раз уж, когда я приобретал камеру, все это было в комплекте, почему бы вам это не показать, как предполагалось. Использовать в некоторых, возможно, каких-то сценариях, которые мне не представляются интересными. Но это все порнография. Давайте продолжим говорить лучше про саму камеру. Тут под сдвигающейся крышкой на правой грани у нас слот для карт памяти. Один отсек для нормальной, универсальной карточки Compact Flash. И также есть еще слот под дурацкую Memory Stick, которую Sony пихала во все свои камеры. Да, до недавнего времени, на самом деле, они сейчас перестали это делать. Ненавижу проприетарные какие-то стандарты, которые, ну то есть, кроме как в самой камере Sony, нигде больше не используются, потому что Memory Stick никому нахрен не нужен. Я вообще не знаю, на камерах Sony хоть один человек хоть раз в жизни Memory Stick использовал или нет. Я таких сумасшедших не видал. Блин, у меня даже Memory Stick нет и никогда не было. Вот, ну на всякий случай тут есть переключатель между режимами, на какую карту будет писаться. И одновременно, причем на обе эти карты, естественно, писать нельзя, только на какую-то одну. Снизу, в общем-то, неплохое штативное гнездо. Далеко от батарейного отсека, который тут у нас совсем в дальних краях. Тут есть наклеечка, на которой написано, что сделана камера в Японии, что тоже, в общем-то, звучит отрадно. В батарейном отсеке, у которого крышечка тоже вот так вот сдвигается и открывается, заблокирована здесь вот батарейка, достаточно стандартная, NP-FM50, который, по заявлению Sony, хватает на 500 кадров. Ну, она значительно скукоживается на холоде, и как бы я летом не так уж много снимал на нее, на самом деле, осенью и зимой. Но летом она держится неплохо, то есть, ее действительно хватает, ну, кадров на 300-400, это точно. Но в холодное время даже никогда какой-то прям серьезный минус, когда минус, это вообще жесть, она там прям умирает кадров после, не знаю, 50, может. Но она скукоживается прилично даже, когда плюс 10 градусов. В идеальных летних условиях, да, наверное, ее хватает нормально. Не исключаю, что литий-ионный аккумулятор просто деградировал уже с 2005 года без постоянных подзарядок. Но я носил с собой на всякий случай еще одну запасную батарейку. Да, в принципе, она меня сильно не отягощала. Также тут снизу есть довольно милая наклеечка, я не знаю, насколько ее видно. На ней нарисована перечеркнутая мусорка. Не бойтесь, я не буду выбрасывать эту камеру. И, кстати, заряжать аккумулятор по умолчанию предлагают с помощью адаптера. Вот такого вот здоровенного. И вставляется этот адаптер, опять же, через проприетарный вот сюда вот разъем, что тоже я считаю минусом. То есть, кроватка здесь никакая по умолчанию в комплект не положена. Только в камере ты можешь заряжать аккумуляторы, так как у меня их два. Это не слишком удобно постоянно их переставлять. Заряжаются они довольно долго. Ну, то есть, как-то вот так. Никаких внешних зарядок они почему-то решили не класть. И Sony, значит, у нас топили, получается, за экологию. Задолго до Apple. На самом деле, ну, за экономию бабла, скорее, и за отжим у нас при покупке аксессуаров лишних бабок. Ну, да ладно. Собственно, раз уж мы перешли к левой грани. Расскажу, что здесь резиночка, под которой прячутся эти все разъемы. Достаточно неплохо сделанная, действительно хорошая. За многие годы никак не видоизменилась. Качество ее прям замечательное. Также, помимо вот этого дурацкого проприетарного разъема для зарядки, здесь находится вот это вот для выносной вспышки разъемчик. Здесь для подключения, я насколько понимаю, к телевизорам, наверное, или к какой-то видеотехнике. Желтенький вот этот разъем. Там есть какие-то колокольца для этого. AV, наверное, это разъем. Я хрен знает. Не разбираюсь в сорта говна древнего. И также здесь есть мини-USB, ну или USB Type-D, чтобы подключаться к компуктеру. Тут же на этой грани находится кнопка вызова вспышки, которую я уже показывал. Здесь также есть кнопка изменения баланса белого, которая мне, в принципе, тоже не сильно часто пригождалась. И переключатель режимов фокусировки. Причем он достаточно тугой, хороший, никак не проскакивает. Автоматическая, получается макро и мануальная. Про макро поговорим чуть позднее, когда уже до разбора стекла доберемся. Сзади просто огромное количество кнопок и переключателей, будто какая-то приборная панель авиасимулятора, не знаю. Вот здесь есть индикатор зарядки, когда заряжается камера, он помигивает. Вот обычное достаточно колесико выбора режима съемки. Оно не очень тугое, но оно на самом деле расположено в таком месте, на таком углу, в углублении, что... Короче, оно не сбивалось ни разу у меня случайно. Оно хоть и не тугое, но сбить его невозможно просто физически. Ну и также тут идут последовательно такие кнопки. Это выбор режима замера. Таймер, кнопка выбора протяжки, таймер есть и какая-то лупа для аутистов, которые, наверное, будут просматривать фотки на экранчике в 2 дюйма с ничтожным разрешением. Кнопка просмотра отснятого материала здесь, кстати, находится рядом с окуляром видоискателя. Тут же неподалеку от нее есть кнопка блокирования экспозиции. И вот тут еще есть два слайдера, которые связаны непосредственно со способом визирования. Один из них двухпозиционный, где можно выбрать приоритет для Live View. Тут или больше кадров, или показ изменения экспозиции. Оба варианта, по сути, не рабочие. По экранчику хрен поймешь, какая там экспозиция. Можно только композицию выстроить. А частота смены кадров такая низкая, будто ты, не знаю, первый Crysis запустил на третьем Pentium. Картинка в любом случае отстает от реальности значительно. Хоть ты сюда перемещай, хоть сюда, без разницы. Поэтому я поставил все-таки на превью хоть какое-то минимальное представление о том, как ты проэкспонировал, оно дает. Второй слайдер отвечает за переключение между EV и дисплеем. Ни в коем случае не ставьте на среднее значение авто. Потому что датчик, который встроен в EV, он сверхчувствительный и резко просто переключает на EV. И даже когда ты, не знаю, сантиметров в тридцати от камеры находишься, то есть ты физически перед ним вот так не мельтешишь особо, прям супер далеко от него. Он все равно срабатывает и у тебя, блин, ну короче это мешает. Лучше руками самому переключаться между ними в зависимости от того, что тебе нужно. Еще тут есть кнопка вызова меню. Настроек в нем, в общем, не густо. Я даже его показывать не буду, смысла в этом примерно никакого. Все кнопочки такие достаточно тактильно приятные, глянцевые такие пупырышки. Еще есть тут парочка колесиков для настроек. Под большим пальцем вот колесико. И также вокруг джойстика. И да, кстати, в центре вот здесь находится джойстик. Необычное стандартное перекрестие. Причем он довольно хороший. Как вы увидели, расположение кнопок и экрана весьма необычное. Поначалу даже слегка кажутся какими-то дикими. Но очень быстро привыкаешь. И мне было очень удобно управлять камерой. Ну да ладно, все это нагромождение кнопок, джойстиков, рычагов, слайдеров. Оно все обрамляет самую крутую деталь, вокруг которой, в общем-то, все и вертится. Без преувеличения это охрененный объектив. Carl Zeiss 14,3 на 71,5 мм f2.8, f4.8. Этот объектив, он, в общем-то, является центром тяжести камеры. В нем 12 линз в 10 группах. И из них 4 сферические. На нем, кстати, очень удобно указаны фокусные эквиваленты. Чтобы фотограф не умножал там в уме непонятные цифры на 1.67. При трансфокации он выдвигается и, да, становится в два раза, пожалуй, где-то длиннее. Причем, по факту, объектив заканчивается где-то вот только вот здесь. Вот видите, где отметка, что вот тут находится матрица. Потому что, как я понимаю, последняя задняя линза находится всего в 2 мм от матрицы. То есть, объектив, на самом деле, вот так кенный. Он прям здоровенный, занимает большую часть объема камеры вообще. Естественно, это говорит о том, что здесь высокая телецентричность. То есть, как объяснить, благодаря тому, что лучи света падают на матрицу под более прямым углом. Тут очень хорошо исправлены хроматические аберрации любых типов. И практически невозможно словить какое-нибудь винетирование. И единственное, что мне в нем не очень удобно, это то, как расположено кольцо ручной фокусировки. Оно перекрывается сверху, получается, корпусом, вот этим выступающим горбом. Но к этому можно тоже привыкнуть. Ну и еще объектив не слишком близко способен фокусироваться. Минимальная дистанция фокусировки у него всего лишь от 35 см на широкоугольном положении и 40 см в телеположении. Благо тут имеется резьба на 67 мм и можно в нее устанавливать различные конвертеры. Помимо обычных светофильтров, которых у меня тоже навалом, как раз на 67 мм, как у Tamron, например, на Соньку, которые на свежих камерах Ешечки. Для камеры выпускались отдельно и широкоугольные конвертеры, и телеконвертеры. У меня же есть только небольшая вот такая вот макролинза. Она вот так вкручивается в резьбу светофильтра и позволяет фокусироваться значительно ближе. Единственное, не забыть здесь макрорежим еще включить при этом. Но она не сильно становится, камера тяжелее, хотя тут прям такое металлостекло достаточно увесистое. С ней можно прекрасно раскрыть такие скрытые макро-возможности, которые есть в этой камере. Вы только посмотрите, какая нежная бакешка. На широких 24 мм, конечно, кругляхи не какущие, но в телеположении весьма секси. Если снимать человека и постепенно приближать, можно увидеть перспективные искажения, и то, как с увеличением фокусного расстояния диафрагма уменьшается. С 24 мм по 27 мм сохраняется f2.8. Далее, от 28 мм до 39 мм максимальная диафрагма f3.2. f3.5 сохраняется с 40 мм до 49 мм. f4 с 50 до 69 мм. Надеюсь, вы чувствуете магию цифр, то, насколько точно все посчитано. С 70 до 89 мм f4.5 максимальная диафрагма. Ну и, собственно, предельная f4.8 здесь сохраняется с 90 мм до 120 мм. Скинтон, конечно, судя по этим снимкам, не самый лучший, но, в принципе, я камеру для каких-то портретных снимков и бокешки особо и не использовал. Несмотря на большое количество асферических элементов, несмотря на то, что достаточно высокое качество у самого объектива, но все равно на широком углу 28 мм на f2.8 по углам кадра можно заметить фиолетовую кайму. Ну, если диафрагму прикрыть хотя бы там до f5.6, тут уже никаких вообще вопросов нет. На всех фокусных картинка просто отличная и чистая. Разве что в особо сложных условиях, даже на прикрытой диафрагме, у меня иногда появлялась тоненькая циановая кайма. Ну, она была в полпикселя толщиной и появлялась обычно где-нибудь там в ветках, и буквально там два щелчка в редакторе, в замечательном Capture One, между прочим, она убирается. Чаще же картинка весьма чистая и красивая сразу уже из камеры, без каких-то особых доработок. Резкость у объектива просто отличная, очень равномерная по всему полю кадра. Углы не становятся мягкими, если ты, конечно, не нацепляешь макролинзу, там в силу каких-то особенностей оптических она все-таки углы смягчает. Если с голым объективом ты снимаешь, то резкость крайне равномерная. По углам, по центру, везде все красиво. Я с большим удовольствием снимал пейзажи на эту камеру, несмотря на то, что у нее матрица всего лишь на 10 мегапикселов. Субтитры сделал DimaTorzok Правда, при съемке в каких-то относительно сложных условиях освещения легко получить смазы, потому что объектив все-таки достаточно крупный и здесь нет никакого стабилизатора. Ни в самом объективе нет оптического, ни на матрице нет стабилизатора. И даже электронного какого-то стабилизатора, который бы кропал картинку бог с ней, здесь нет. А ISO на этой камере, естественно, лучше не поднимать. Я всегда старался оставаться в пределах минимально допустимых 160 ISO. Иногда крайне редко хотя бы до 200 поднимал. Вообще, конечно, если вы любите навернуть говнеца, то можно и до 3200 поднять, но, сами понимаете, тут даже на ISO 400 картинка будет выглядеть просто кошмарно. Ну и для 2005 года это, в общем-то, нормально. Тогда что CCD-матрицы, что CMOS-матрицы шумели примерно одинаково-фигово. И тут вопрос вообще в основном даже не к самим матрицам, ну, отчасти к ним технологически, но и к процессорам, которые занимаются подавлением шума, анализом картинки, когда и процессы были достаточно слабенькие. Да и динамическим диапазоном тогда камеры обладали не особо выдающимся, поэтому лучше было в любом случае не экспериментировать, потому что там динамический диапазон при повышении Sony не просто там опускался чуть-чуть, там слегка понижался, а прям вообще падал в пропасть. Хотя в любом случае честный, не сильно высокий динамический диапазон, на мой взгляд, все же лучше, чем какой-то раздутый фальшивый HDR. Ну, давайте вернемся к объективу. Он, например, очень хорошо держит контрастный свет. То есть, как бы ты ни старался, бликов он вообще никаких не ловит. Иногда бывает, появляется какая-то такая легкая дымка на особо ярком объекте вдалеке, вот как, например, на отражении солнца на снимках. Но это благодаря фирменному просветлению C, вот это вот T со звездочкой. Хотя вот таких экшн-сцен, как я сейчас вам показываю, на камеру особо не поснимаешь, так как тут, по сути, нет серийной съемки. Одну фотографию в RAW камера записывает на карточку, ну, реально, секунд 10-15, без преувеличений. Хотя мне это, ну, не особо мешало. Я часто могу все-таки подгадать момент, когда пора нажимать на спуск. Например, вот мне это никак не мешало снимать трахающихся лягушек. Они, между прочим, при этом прыгали. И, как вы поняли, тут вся история крутится вокруг объектива. Давайте про него уже подытожим, в конце концов. Он крайне выдающегося качества, более чем устраивающего меня. Данное стекло, оно просто фантастическое по всем параметрам. Думаю, что объектив подобного класса, если бы он выпускался сейчас для какой-нибудь современной беззеркалки со сменной оптикой, он стоить мог бы, ну, не меньше 100 тысяч рублей. Это минимум. Ну, так как это крайне выдающееся стекло прикреплено к уже крайне невыдающейся камере, наглухо прикреплено, никак его не снять и нигде не использовать, то можно сейчас его заполучить по достаточно умеренной все-таки цене. На вторичке сейчас за эти камеры просят достаточно щадящий прайс. Единственное, что достаточно трудно найти нормальную рабочую камеру, потому что к кому я не ходил, я очень долго искал, если что, вот эту камеру для того, чтобы взять ее на обзор. Нашел действительно в идеальном практически состоянии. А чаще всего у людей умирали шлейфы экранчиков. Они постоянно, ну, не то что умирали, прям экран не был черным. Он становился просто каким-то розовым, рябил, были какие-то дефекты, артефакты. Это так себе, конечно, и по нему и так визировать не очень удобно, а так вообще ни хрена не видно. И у многих также были зумы у объектива нарушены, то есть камера как-то туго зумировалась, или линзы плохо перемещались, что-то там у них громыхало, явно было что-то с ними неладное. Так что найти сейчас, конечно, такую древнюю 15-летнюю камеру в хорошем состоянии, ну, задачка такая, не из легких, но если найдете и постараетесь, вот если вам интересно с такой вот поковыряться штукой, крайне рекомендую все-таки попробовать, если вы любитель вот такого ретро. Я же, к счастью, нашел экземпляр просто в идеальной кондиции. Сразу видно, что его предыдущий владелец, один-динственный, кстати говоря, очень бережно относился к камере. Она у него была там даже в коробочке со всеми там вот бумажечками, чехольчиками. Прям молодец. Я отвлекся. Я еще хотел добавить пару слов про цвет. При съемке в RAV цвета очень интересные получаются. В большинстве случаев они, конечно же, выглядят не так, как это было по-настоящему в реальной жизни, но они остаются очень красивыми. То есть это как я люблю цвета из камеры прямо сразу, как только ты выгрузил RAV в конвертер, загрузился их профиль, они проявились. Они просто отличные. Ничего не нужно, дополнительно каких-то настроек не требуется. Цвета просто конфетка. Чего не скажешь про ужасный JPEG. Почему-то у Sony в те годы, я не знаю, там реально как будто кто-то саботировал, какие-то злодеи сидели и специально старались сделать максимально хуевый JPEG. Там просто какая-то кошмарная дичь, блин, вообще картинка зеленая, синяя, какая угодно. Не то, что она перевирает в красоту, как RAV, как я вот сейчас описываю, да, а перевирает в какое-то просто дерьмище. Картинка одновременно и блеклая, и какая-то перекошенная в блевотно-зеленые цвета. То есть, я не знаю, там, наверное, какому-нибудь Шреку, который живет на болоте, может быть, понравилась бы такая картинка. Это была бы для него привычная какая-то среда. Но нормальные люди, честно говоря, такого стараются избегать на фотографиях. RAV же хоть и записываются очень долго на карточку памяти, и никакой серийной съемки у тебя не будет возможно, когда можешь одну фотку, не знаю, в 10 секунд делать, все равно с ними снимать просто по кайфу. Ну и, естественно, из этого вытекает, что стрит-фотографию на эту камеру практически невозможно снимать. Наверное, да, можно, конечно, попробовать в порядке эксперимента. Я там пару снимков делал, но это, скорее, очень мучительно, потому что камера, во-первых, достаточно большая, она прям реально огромная, выглядит как зеркалка такая полноценная и очень нерасторопная. То есть, ты или кадр упустишь, потому что она нихрена не сфокусировалась, и фокусироваться вручную здесь очень неудобно, как я уже тоже говорил. Так что для стрит-фотографии камера точно не подходит. Но при этом, несмотря на общую древность камеры и на то, какие там странные конструкторские решения, я эту камеру Sony CyberShot R1 все-таки полюбил. В первую очередь, я думаю, вы уже поняли, я полюбил ее за охренительный объектив. Очень крутой, очень качественный, с красивой картинкой, резкий, без каких-то серьезных дефектов. Ну и во вторую очередь за ее отличные цвета в RAW, потому что эти цвета очень часто не требовали никакой дополнительной обработки, я просто выгружал картинки, ну там цвета, тени немножко, может быть, двигал минимально, потому что там динамический диапазон небольшой особо не понастраиваешь. Если ты криворукий дебют, то у тебя по умолчанию будет говно на нее получаться. Мне очень жаль, что сейчас нет таких вот достаточно крупных камер с фиксированным объективом, но при этом крайне высокого качества. И также с большой матрицей. Ну разве что на ум приходит какой-нибудь Canon G1X Mark III. Да, это тоже камера с крупной матрицей, с зум-объективом фиксированным, но, блин, там все-таки объектив не настолько мощный, не настолько крутой, и камера все же стремится в большей степени к компактности некоторой. Ну не знаю, насколько сейчас вообще есть необходимость на рынке подобных камерах. Я бы, конечно, может быть, и даже и взял бы какую-то, потому что мне такое нравится, когда у тебя все в одном сразу с собой, что большинство камер, когда я юзал какие-нибудь, например, что зеркальные, что беззеркальные, я чаще всего юзал их со светосильными зумами, которые были универсальны максимально, ну и старался особо оптикой не жонглировать, потому что, блин, меня раздражает часто менять объективы, это трата времени, сил и энергии на какую-то херню, а так просто ходишь с одним объективом и кайфуешь. Ну и, конечно, с беззеркалками теперь уже будущее. Я с большим удовольствием более года использовал эту камеру и получил от нее массу положительных эмоций, и я почувствовал, какое важное место она в истории занимает. Надеюсь, вам тоже было интересно, так что ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем хороших снимков, пока! Субтитры сделал DimaTorzok